Приветствую, сейчас у нас с вами первый урок системы «Я люблю сладкое или жизнь без сахара» и мы рассмотрим 10 основных проблем любителей сахара. Я готов с вами поспорить, что когда вы дослушаете урок до конца, вы скажете «Я это все или почти все знаю». Да, но в этом-то и парадокс, что люди знают и 90% людей ничего не делают, чтобы как-то изменить ситуацию. К какой группе вы себя относите? Давайте двигаться дальше, чтобы эту ситуацию переломить. Чтобы не говорили в свое оправдание люди или не придумывали себе каких-то отговорок, почему они позволили себе съесть кусочек сладкого торта и попить чаю с друзьями, факт остается фактом. Здоровье страдает, гормональные и нервные системы разрушаются. Можно, конечно, возразить, что люди научились заменять обычный рафинированный сахар на что-то более полезное. Однако при замене обычного рафинада на аналог общее количество поступающего в организм сахара редко уменьшается. В литературе описано более 70 факторов вреда от употребления белого рафинированного сахара. Не стану перечислять все проблемы, остановлюсь лишь на самых-самых существенных. Итак, высокий риск развития онкологических заболеваний. Если ранее считалось, что сахар опосредованно причастен к онкологии, то современные исследования предоставляют достоверные факты, что большое употребление сахара напрямую влияет на развитие рака толстой кишки, желудка, кишечника, молочной железы, яичников, простаты, поджелудочной железы и легких. Сахар служит питанием для раковых клеток. Только представьте себе, какую боль испытывает онкологический больной. Физическую боль еще как-то можно снять при помощи наркотических препаратов, но вот душевные страдания связанные с осознанием скорого конца своей жизни сгладить невозможно. Кандидоз. Грибок кандида для своего развития и роста требует сахар. Когда натуропаты начинают лечить человека от этого заболевания, то они минимум на три месяца запрещают человеку есть сладкое, любое, даже фрукты. До 90% патологической тяги к сладкому связана именно с чрезмерной активностью этого грибка в организме человека. Кандида проявляет себя в виде молочницы у женщин и в виде белого налета на языке по утрам. Обложенность языка также возникает от чрезмерного употребления молочных продуктов, особенно в вечернее время. Кандида есть в теле каждого человека и в обычном состоянии она безвредна, но при употреблении большого количества сахара в организме начинаются процессы, создающие благоприятную среду для этих микроорганизмов. Я думаю, что не каждый хочет осознавать, что его тело служит пищей для каких-то зловредных микробов. Этот внутренний невидимый враг уничтожает тело медленно, но неуклонно. Чрезмерное закисление и быстрое старение организма. Сахар существенно смещает кислотно-щелочной равновесие организма в сторону кислотного, а закисленный организм это благоприятная среда для размножения существующих и попадающих в организм бактерий, вирусов и дрожжевых греков. Регулярно подавляемая сахаром иммунная система еще больше ослабляет защитные механизмы организма в борьбе против этих инфекционных болезней. Ослабленный иммунитет служит причиной преждевременного старения. Кожа становится сухой, дряблой и отвисшей. Сахар способствует раннему проявлению морщин, так как изменяет структуру коллагена и уменьшает упругость тканей. Женщины пытаются бороться с этим при помощи кремов и мазей, но, увы, это им не помогает. Понимание того, что методы вернуть хороший внешний вид безуспешны, вызывает сильные эмоциональные расстройства и переживания. Сахар ухудшает зрение, может стать причиной развития катаракты и близорукости. Он способен привести к развитию артрита и других аутоиммунных болезней, таких как астма и рассеянный склероз. Недетские проблемы. Зачастую детей «балуют сладеньким» в кавычках, то есть приучают к потреблению искусственных сладостей. Помимо привыкания к сахару, это вызывает детские болезни, переходящие впоследствии в серьезные заболевания, по сравнению с которыми прыщи на лице в подростковом возрасте – это мелочь. И эта подростковая проблема сильно снижает самооценку юношей и девушек, которые чувствуют себя неполноценными людьми. Они отказываются общаться со сверстниками, стесняются знакомиться с противоположным полом, навешивают на себя кучу вредных ярлыков и испытывают психологические проблемы. Сахар вызывает резкое увеличение уровня адреналина, что способно привести к раздражительности, волнению, нарушению внимания. У детей это выражается гиперактивностью, беспокойством, рассеянностью и слабостью. После фазы гиперактивности сахар вызывает сонливость и снижает активность у детей. Из-за снижения внимания ослабляется способность к обучению и запоминанию информации. Продукты, содержащие рафинированный сахар, могут вызывать развитие экземы и пищевой аллергией у детей. Тело покрывается коростами и детей беспокоит сильный зуб. Также сахар провоцирует приступы бронхиальной астмы и кашля. Трудно без боли в сердце смотреть на маленького беззащитного ребенка, который с детских лет носит с собой сильнодействующие медицинские препараты и живет в страхе от того, что в любой момент ему может стать плохо и он начнет задыхаться. Такие дети по-настоящему лишены детства, так как не могут резвиться со своими сверстниками на игровых площадках. Рафинад нарушает обмен минеральных веществ в организме, что может привести к дефициту хрома, кальция и магния. Дисбаланс минеральных веществ еще больше ухудшает ситуацию, так как хром отвечает за метаболизм глюкозы и его основная задача регулировать уровень сахара в крови. Представьте, что в кровь попал фосфор или любой другой закисляющий микроэлемент, например из сладкогазировки. Происходит резкое смещение кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону. Организм пытается это компенсировать, выдавая кальций из своих буферных запасов, из костей. Кальций начинает связывать фосфор, баланс восстанавливается. Интересно, что этот же механизм блокирует выведение кальция через почки, так как организм пытается сохранить буферные элементы и, как следствие, соли кальция оседают в почках, образуя песок и камни. Таким образом, при употреблении сахара вырастает риск развития остеопороза и камней в почках одновременно. Кариес, болезни десен и полости рта. Сахар способствует развитию кариеса, это всем известно. При взаимодействии сахара и бактерий, находящихся во рту, образуется кислота, которая разрушает зубную эмаль. Но и сам раствор сахара является достаточно кислой средой, который, оседая на зубах, способен разрушить зуб. Не мне вам рассказывать о звуке бормашины, который слышен даже в холле, где сидят пациенты, ожидающие в своей очереди сверлить зуб. В детстве я сам не раз подвергался этим испытаниям. Помню слезы и плач и крики отчаяния, боли и страха, которые доносились из кабинета врача. Помните рекламу. Днем ваши зубы под защитой, но ночью приходит кариес. В некоторых западных клиниках удаление зубного нерва и установку пломбы проводят под общим наркозом. На такую услугу есть спрос, так как многие люди готовы платить тысячи долларов и подвергать себя действию наркоза, лишь бы не слышать звук бормашины и не ощущать стоматологический инструмент у себя во рту. Также сахар способствует возникновению болезн десен, например парадонтоза. А инфекции в ротовой полости, в свою очередь, способны вызывать болезни сердца. Это обусловлено откликом организма на иммунную инфекцию. Риск развития диабета и нарушения работы поджелудочной железы. Употребление сахара вызывает перепады уровня глюкозы и инсулина, что может вызвать гипогликемию, понижение уровня глюкозы. Сахар вызывает нарушение чувствительности к инсулину, что может привести к диабету и летальному исходу. Поджелудочная железа может нормально обеспечить процесс расщепления сахара при условии поступления не более 50 грамм сахара в день, то есть примерно 1 кубик сахара в час. При повышении этого порога происходит необратимый процесс разрушения органа. Представьте себе, что ваша поджелудочная железа это транспортер, по которому движется багаж в аэропорту, а вы управляющие этим процессом. Что будет, если вывалить на транспортер весь дневной багаж за один раз? Чемоданы развалятся, лента сломается, пассажиры будут недовольны, а нагрузка у грузчиков резко возрастет. Жизнь инсулинозависимого больного больше напоминает минное поле и театр военных действий. Неизвестно, как будет чувствовать себя человек после очередного приема пищи. Будет ли ему хуже? Сможет ли он вовремя достать шприц, чтобы сделать себе инъекцию? Люди вынуждены постоянно испытывать боль, когда делают себе анализ крови, проверяя уровень глюкозы в крови. А некоторые люди, больные диабетом, подвергаются операциям по удалению ступни или ноги. Дело в том, что при сахарном диабете нарушается работа мелких сосудов и нервов на стопах, так называемая диабетическая стопа. Это приводит к образованию язв, поражаются кости и суставы. И для того, чтобы избежать гангрены врачи вынуждены проводить ампутацию конечности. Переедание и ожирение. Диетология считает, что при составлении рациона предпочтение необходимо отдавать продуктам, которые имеют низкий гликемический индекс. Он показывает, насколько повышается уровень сахара в крови при употреблении того или иного продукта. Углеводы, содержащиеся в продуктах с низким гликемическим индексом, преобразуются в глюкозу равномерно. Глюкоза превращается в энергию и мы успеваем эту энергию потратить. А углеводы из продуктов с высоким гликемическим индексом преобразуются в глюкозу очень быстро, вызывая инсулиновый удар. Организм не успевает потратить большое количество образованной энергии за короткий промежуток времени и ее остаток откладывается в теле в виде жиров. Более того, продукты с высоким гликемическим индексом из-за высокого уровня глюкозы в крови вызывают повышенный аппетит, что приводит к перееданию. Это способствует откладыванию лишней энергии из пищи под кожный жир, что вновь вызывает чувство голода. Далее новая порция сладкого приводит к временному облегчению, но через некоторое время чувство голода и потребность в сладком становится еще острие. Продукт с самым высоким гликемическим индексом это белый хлеб, а с самым низким овощи и зелень. Таблицу с перечнем продуктов и соответствующим им индексом я пришлю чуть попозже. Помимо всего прочего, сахар нарушает всасывание пищи в стенки желудка и мешает усвоению белков. Поскольку пища не усвоена, опять появляется желание подкрепиться. Человек с излишней массой тела подвержен повышенному риску развития сердечно-сосудистых и желудочных заболеваний, диабету. Такие люди ограничены в движении, у них появляется одышка, если они поднимаются на несколько этажей без лифта. Кровеносная система и сосуды забиты холестериновыми отложениями. Женщины испытывают серьезный дискомфорт от лишнего веса и целлюлита. В большинстве случаев такие люди стесняются собственного тела, не появляются на публичных пляжах, лишая себя радости быть на солнце и купаться в воде. Описанные проблемы это лишь верхушка айсберга под названием ожирение. Действие рафинированного сахара по своему воздействию на организм равносильно действию наркотика. Повышает настроение, снижает чувство усталости, избавляет от стресса. Правда действие это кратковременное и для поддержания состояния требуется новая порция, как правило большего размера. Я сам сладкоежка с детства и могу констатировать, что я сахарный наркоман с огромным стажем. Но я нашел выход из этой ситуации, о чем собственно и рассказываю. Для иллюстрации момента хочу привести без изменения диалог, взятый из книги Дэвида Яна «Теперь я ем все что хочу», который мог бы состояться между доктором и пациентом. Пациент, когда вы в первый раз приняли этот наркотик? В два года, может раньше, не помню. И долго вы употребляете? До сегодняшнего дня. Как часто? Каждый день грамм по 100 не меньше. А кто вас к этому приучил? Родители, потом школа, потом реклама. А вы пробовали отказаться? Да я не раз, не могу, срываюсь. Прихожу в ресторан, а там такие разные наркотики, красивые, с кремовыми розочками. А еще люблю торт «Прага» с детства. Иногда мне даже снится. Мне нравится печенье. Я пью черный чай с сахаром и лимоном. А кофе без сахара вообще не могу пить. Кока-кола – это же волшебный эликсир, когда она холодная и пузырится. Сырники, кашу я тоже ем с сахаром. Компот после обеда. На сахар. Итак, предлагаю быть честным перед собой и признать, что сахар – это зараза. Вкусный наркотик, повышающий настроение. Правда? Сахар есть везде. Специалисты в семейной организации здравоохранения считают, что дневная норма потребления сахара составляет не более 50 граммов для женщин. Это примерно 10-12 чайных ложек. И 60 граммов, то есть 12-14 чайных ложек для мужчин. Что такое 50 грамм сахара в день? Это 1,5 кг сахара в месяц или 18 кг в год. Вы, конечно, можете возразить, что не кладете себе по 4 ложки сахара в стакан напитка и что съедаете меньше килограмма в месяц. Но это включает в себя весь употребленный сахар. Не только тот, который мы кладем в чай, но и тот, который содержится в кондитерских изделиях, подстощенных продуктах и напитках. Давайте проследим путь попадания сахара в организм в замаскированном виде. Учеными подсчитано, что в день человек может съесть до 46 ложек спрятанного сахара, то есть почти целую сахарницу. Дело в том, что сахар содержится практически во всех продуктах, приготовленных промышленным способом. Производители для улучшения вкусовых качеств выпускаемых продуктов добавляют сахар в хлеб, в хлебобулочные изделия, но про кондитерские изделия я вообще не говорю, с ними так все понятно, в колбасу, в сосиски, в мясные полуфабрикаты, в копчености, в молочные продукты, в пастеризованные соки и пюре. Сахар есть в консервах, замороженных продуктах, картофельном пюре быстрого приготовления, сухих завтраках, мюсли, приправах, соусах, кетчупе, майонезе, десертах, пудингах и смесях для выпечки. Газировка, ликеры, пиво и алкогольные напитки также содержат сахар. Поэтому неудивительно, что благодаря замаскированному сахару общее количество его употребления столь велико. В составе разных продуктов и кондитерских изделий среднестатистические жители Германии съедают в день около 93 граммов сахара. В Швейцарии 115, в США 214 грамм. Непонимание количества потребляемого сахара это очень большая проблема. Посмотрите на эти картинки. Одна банка сладкой газировки содержит дневную норму сахара. Есть группа продуктов, где потребители вообще не ожидают увидеть значительное содержание сахара. Это йогурты, соусы, майонезы, маринады и так далее. Но он там есть. Больше всего наркотического сахара в пересчете на вес тела, конечно же, достается детям. Их поджелудочная железа с детства работает с перегрузкой, быстро изнашивается, что ярко проявляется в зрелом возрасте. Что страшнее, чем сахар? Часто при промышленном производстве используется не самый лучший сахар. Глюкозно-фруктозный сироп является одним из самых популярных пищевых ингредиентов. Его добавляют в йогурты, сладкие творожки, мороженое, кетчупы, соусы, газированные напитки, кондитерские изделия, соки, нектары, а также в огромное количество других продуктов. Этот сироп широко применяется в фастфуде. И большинство диетологов связывают эпидемию ожирения именно с его повсеместным использованием. Опасность сиропа заключается в том, что он не вызывает повышение уровня инсулина в крови. В результате этого мозг не может контролировать степень насыщения и, в свою очередь, не подает сигнал, что нужно прекратить прием пищи. В итоге человек съедает намного больше. При отсутствии необходимого инсулина организм избавляется от углеводов путем прямого перевода их в жир. Широкое использование глюкозно-фруктозного сиропа в пищевой промышленности обусловлено дешевизмом его производства. Он позволяет снизить себестоимость продукции. Кроме того, удлиняет строго хранения продукта, выпечка с ней становится более воздушной и медленно засыхает. Натуральных сладостей не осталось. И это очень большая проблема, так как пищевые химики научились делать сладкие блюда из дешевых ингредиентов. Вкус конфет, шоколада, безе, пирожных остается прежним, а вот содержимое уже совсем иное. Зачастую привычные нам с детства сладости уже не содержат тех продуктов, которые когда-то были предусмотрены ГОСТом. Замене подлежит все, если существует более дешевый аналог. Я даже не стану приводить названия ингредиентов, которые присутствуют во всех современных сладостях, чтобы вас не расстраивать. По возможности посмотрите фильм «Сладкий яд» и вам все станет ясно. К сожалению, детям достаются самые-самые яркие красители и самые-самые сладкие сахарозаменители, которые губят детские тела. Булочки и хлеб, выпекаемые при вас в супермаркетах, служат лишь приманкой для того, чтобы у вас повысилось слюноотделение. При повышенном чувстве голода вы покупаете больше продуктов, а также не можете пройти мимо дело со свежей выпечкой. Только зачастую эта выпечка не совсем свежая, а готовится из замороженных полуфабрикатов. Такой же способ используют при производстве тортов и прочих десертов. Пирожные поступают в кафе в состоянии глубокой заморозки и могут храниться в холодильнике длительное время, а перед подачей их просто размораживают. И такие «продукты» быстрее сгнивают в желудке, чем перевариваются, а продукты разложения отравляют кровь и внутренние органы. Анекдот в тему. Дорогая, а ты могла бы испечь хлеба? Жена смотрит на упаковку с хлебом и говорит, что ты милый, где же я возьму разрыхлители и ароматизаторы, а еще нужны Е220, Е591. Вот так и мы с вами разобрали 10 основных проблем любителей сахара. Зная их, уже можно выстраивать свою систему сладкого поведения. В следующем занятии изучим типичные ошибки и заблуждения, связанные с употреблением сахара. Для чего это нужно? Ошибки важно знать, так как много людей совершают их в ожидании, что делают лучше, а по факту получают ухудшение ситуации. С вами был Александр Левицкий. Увидимся в следующем уроке.